Это травмоопасно и приводит к серьезному выгоранию. Моим продуктом пользуются X миллиардов человек, меня больше не мотивирует. Какие основные проблемы сейчас, с которыми сталкивается VR? Ну, если вообще, что это такое? Всем привет, добро пожаловать на канал ProBlog и на кампус Google. Рядом со мной Андрей Дороничев. Андрей, я думаю, что ты в медиа уже достаточно известен, но хочу тебя попросить представиться. Привет, меня зовут Андрей Дороничев, я директор product management здесь, в Google. Занимаюсь игровой платформой Stadia, или как по-английски называется Stadia. И я из Москвы, я был предпринимателем, занимался мобильными приложениями, потом уехал, пожил в разных странах, поработал в YouTube, поработал над Android. Много времени провел VR, в виртуальной реальности. И вот последнее время занимаюсь играми. Я смотрела, конечно же, когда готовилась к этому интервью, смотрела какие-то материалы о тебе. И в одном из интервью ты сказал, что вообще твою карьеру можно разделить на три этапа. Один из которых – это поднять бабла, второй – поднять эго, и третий – стать тем плечом, на котором подникнутся другие. Можешь немного подробнее рассказать об этих периодах? Я начал… Ну, я родился в Советском Союзе и начал, собственно, с достаточно низкого, скажем так, старта, как и многие, я думаю, наши соотечественники. Семья у меня была небогатая. И, собственно, то, что я имел в виду – поднять бабла. Просто в начале своей карьеры деньги были, в общем-то, важным мотиватором для меня. Просто нужно было обеспечить себе какой-то минимальный уровень жизни. И при том, что я очень любил инжиниринг, программирование, ну, мне постоянно приходилось искать какие-то, как говорят американцы, сайт-хастлс, какие-то способы подзаработать денег. И в качестве ученика старшей школы, и в качестве студента я постоянно находил какие-то подработки, пытался замутить какие-то бизнесы. Иногда не очень успешно, иногда очень неуспешно. И это, собственно, был такой этап, скажем, с 15 до 25 лет, когда я просто пытался заработать. Потом как-то базовый уровень некий достиг, какие-то базовые потребности пирамиды Маслоу закрыл. И у меня начался этап, когда стало очень интересно сделать что-то большое, что-то значительное. И вот это время как раз я пошел в Google, я начал строить какие-то значимые вещи, и вообще видеть их импакт, их влияние на мир. Ну, собственно, вот Android и YouTube были такими штуками. Мне очень повезло оказаться в нужное время, в нужном месте, когда в том самом месте, где зарождалась вот эта целая огромная новая индустрия, да, мобайл. Ну, и потом в более частное мобильное видео. Ну, и в это время, да, эго, конечно, играет. Если ты всерьез чувствуешь свое влияние и принимаешь какие-то классные решения, и что-то строишь такое, что искренне любят сотни миллионов или миллиарды человек, ну, это тебе на голову влияет. Вот. И какое-то время, ну, то есть, мне перестали интересовать какие-то другие вещи, стало интересно в основном мое влияние на мир технологий и на мир вообще. А в последнее время я все больше времени трачу на то, чтобы менторить людей. Там я инвестирую в стартапы, я пишу тексты какие-то, чтобы, ну, делиться своими знаниями, опытом. И вот если на предыдущем этапе основной результат моей работы или что-то, что занимало большую часть моего мозга, был сам продукт, то в последнее время в большей степени люди, которые делают продукты. И вот эта разница, она, ну, то есть, я сейчас сам еще пытаюсь ее отрефлексировать и вообще говоря, в чем моя роль и в чем моя работа, но вот она заметна. Я чувствую, что я выступаю таким, такой платформой, поддержкой для какого-то количества предпринимателей, продукт-менеджеров молодых и так далее. Я о тебе узнала, мне несколько раз скидывали мои подписчики твой инстаграм. Инстаграм действительно интересный и полезный. Такой парадокс, да? Полезный инстаграм. Да, полезный инстаграм, это правда. И ты пишешь тексты, и я бы сказала, что это правда часть твоего менторинга, поскольку твоего времени вряд ли хватит на то, чтобы помочь каждому человеку. В одном из постов ты перечислил все свои неудачи, которые у тебя были в бизнес-начинаниях. Их, надо сказать, было немало. Как вот проходить эти неудачи, вставать и идти дальше? Самое главное – это вопрос отношения к неудачам. Я не отношусь к неудачам как к поражениям. Я отношусь к неудачам как к способу чего-то научиться. То есть, в принципе, я считаю, что это, как знаете, не бывает неудачного эксперимента. Любой эксперимент удачный. Если данные ты из него получил, значит, он удачный. Если данные не подтвердили твои изначальные гипотезы, это не неудачный эксперимент. Это удачный эксперимент, который не подтвердил гипотезу. Также с проектами или с компанией, если ты правильно относишься к самой идее неудачи, ты мог не достигнуть своих бизнес-амбиций или получить не тот результат, который ты ожидал, но ты получил результат, его измерил. И если ты отрефлексировал и научился из него чему-то, то это большая удача. Есть, конечно, люди, которым везет, и они с первого раза делают что-то великое, значительное, и все классно. Но, честно говоря, я бы не променял свое прошлое с большим количеством неудач и поражений на вот такой вот вариант. Потому что мое прошлое дает мне уверенность в том, что сколько бы раз я еще не ошибся, и как бы что-то пошло не так, я знаю точно, как это переживать, что с этим делать, и наверняка все будет нормально. А ситуация, когда ты просто с первого раза всего добился, все получилось, она, как правило, потом вызывает серьезную анкзайди, серьезную тревогу, что а вдруг что-то теперь пойдет не так, и все поломается. А можешь вспомнить какие-то конкретные неудачи или конкретные неудачи, которые тебя чему-то конкретному научили? Вот самый первый мой бизнес, который пытался сделать, мне было 18 или 19 лет, и мы с товарищем, ну, занимались телекоммуникациями, разбирались в оборудовании телекоммуникационном, которое на то время было специализировано, и мало кто вообще в нем разбирался, там, раутеры, циска, и вот это все. И мы решили, что надо как-то с этим что-то делать, заработать на этом денег каких-то, и попытались, ну, продать решение в один из начинающих телеком-операторов маленьких, у которых не было такой экспертизы, мы сказали, вот мы вам купим оборудование, его настроим и все там сделаем. У них был маленький бюджет, и оборудование надо было купить бушное. Ну, мы были два молодых парня, которые умели конфигурить циски, и больше, собственно, ничего не умели. И вот мы нашли какого-то очень серого товарища, который нам пообещал добыть бушные циски за какие-то хорошие деньги. Мы пришли, наивные чикотские юноши подписали с ним какую-то бумажку липовую, дали ему деньги, чувак забрал деньги, и он даже не исчез, он просто сказал, ну, и все, как бы. И никогда не отдал нам ничего. И вот в этот раз я многому научился. Я научился не давать свои деньги чужим дядям под какие-то пустые бумажки. И вообще говоря, всерьез относиться к выбору поставщиков, и главное понимать, в чем я силен, а в чем я не силен. То есть вот главная ошибка той ситуации конкретной была в том, что мы были уникальными на тот момент специалистами в технической стороне вопроса, совершенно ничего не понимали в бизнес-стороне вопроса, но почему-то были уверены, что мы все знаем, мы же разбираемся в цисках. Разбираясь в цисках не значит, что ты знаешь, как покупать каких-то деляг, бушное оборудование. Все-таки, несмотря на какое-то количество неудач, были в твоей жизни и удачи. То есть очень успешные бизнес-проекты. Я из тех людей, как и многие, я думаю, которые мечтают о своем бизнесе, но как-то мы не знаем, как подступиться туда. При этом существует огромное количество книг, которые показывают там вплоть от того, как искать идею, как развивать бизнес и прочие какие-то моменты вот этого пути. Но чем больше я читаю этих книг или вижу, я теряюсь, и тем больше мне пропадает желание поступаться. Вот можешь ли ты дать какой-то совет, как перейти от теории к практике? Есть книжка, называется «Берись и делай». Написал Ричард Брэнсон. Мне кажется, прям название этой книжки – ответ на твой вопрос. Правда в том, что ни у кого нет рецепта. То есть, точнее, нет. Рецепты есть у многих, и они все правильные. Вопрос – какой твой рецепт? И свой рецепт ты не найдешь никогда по книжкам. Это как учиться плавать по книжкам. То есть ты должна начать что-то практиковать. Там самый главный совет, который я даю людям, которые задают мне этот вопрос достаточно часто – это «Найди проблему, в которую ты влюблена». И тогда ты в первую очередь найдешь дело, которым ты готова заниматься, даже если за него не будут платить. А собственный бизнес – это очень часто дело, за которое тебя не платят, а еще часто тебе самой приходится доплачивать. Но это просто реальность. Поэтому лучше бы ты была влюблена в проблему, которую решаешь до такой степени, чтобы тебе хватала мотивации. Люди, которые думают о бизнесе, в первую очередь, как о способе заработать денег, они либо смотрят слишком тактически, и они смотрят на opportunity, которые слишком банальные, простые. Купил яблоко, помыл яблоко, продал, купил два яблока. Что, в принципе, тоже вполне себе нормальный бизнес и денежный бизнес. Но, как правило, он не ведет к каким-то большим стратегическим результатам. Это первый вариант. А второй вариант – люди, которые слишком много думают о деньгах, они просто не решаются делать ставки, которые необходимо ставить, чтобы прийти к результату. И они слишком осторожничают, менеджат риски слишком много, и в результате никогда не начинают. Просто боятся, грубо говоря, потратить свои первые 100 рублей на рекламу или еще что-то такое. Это две ошибки, которые я часто вижу, и они парализуют. А если подходить к этому с другой стороны, вот я люблю какое-то дело настолько сильно, что готов этим просто заниматься, и все. И ты просто начинаешь заниматься любимым делом, я не знаю, все что угодно. Любишь ты там делать веб-сайты, или… Я вот в свое время просто любил колупаться в компьютерах. Пошел, развесил объявление, настраиваю Windows. Это была моя первая работа, сложишь первый бизнес. И я это делал, потому что мне было интересно там подключать CD-ROOM к 386-му компьютеру или там новую видеокарту втыкать. И мне было самому просто искренне интересно этим заниматься, но при этом я еще на этом что-то зарабатывал. Ну, как бы с этого началось, а потом получилось нормальный такой источник дохода. Перед тем, как ты покинул Россию, у тебя был достаточно серьезный успех в кругах бизнеса. Почему ты решил уехать в Россию? Ну, серьезным его можно назвать очень большой натяжкой. У меня действительно была технологическая компания, и она была прибыльная, и мы зарабатывали какие-то значительные по нашим меркам деньги. Но ничего сравнимого с тем, чем потом этот бизнес стал. То есть мы делали мобайл в 2004 году, а iPhone появился в 2007. Но это как бы 4 года спустя то же самое, что делали мы, были бы там огромными-огромными компаниями. Тем не менее, отвечая на твой вопрос, действительно, у меня из России не гнала какая-то нужда и несчастье. У меня была прекрасная жизнь. Я абсолютно счастлив и доволен был. Я родился, вырос в Москве. У меня была куча, ну, было и есть куча друзей там, и семья, и женился я там тоже, и у меня ребенок родился. То есть никаких особенных причин там бежать из страны не было. Я никогда не уезжал от чего-то, я всегда уезжал к чему-то. И вот то, что я увидел за пределами России в тот момент, это возможность строить глобальные технологические продукты. Это то, чего я не видел, как сделать в своем окружении российском. То есть были масса локальных толковых историй. Если посмотреть, ну, особенно тогда, 2006 год, какие были серьезные прям с нуля инновации, то есть технологии, которые двигали вперед мировую там компьютер-сайенс, я вокруг себя их не видел. И все лучшие компании, которые были, они все-таки были копиями, ну, или аналогами американских компаний. При всем моем огромном уважении к Яндексу, к ВК, к Mail.ru, все это были локальные клоны каких-то иностранных компаний. И в том числе тот бизнес, который я делал. Не был ничем таким новым инновационным. И я съездил в Лондон на конференцию в 2005 году, нашу индустриальную по мобайлу, по мобильному контенту. И просто увидел, что есть целый там пласт людей из долины, которые вообще говоря иначе смотрят на эту проблему. То есть они делают технологии не с позиции, вот мы там сейчас можем использовать какую-то технологическую новую разработку, чтобы заработать с этого денег. Причем чем быстрее и больше, тем лучше. Смотрели на это так, что мы создаем что-то значительно новое, что изменит индустрию в будущем. В частности, мне тогда запомнился доклад Шона Паркера, который основал Napster. И он объяснял свою мотивацию, вообще говоря, зачем, почему он хочет изменить то, как распространяется музыка. И у него были такие глубокие мотивы, меня они так поразили. Я не знаю, уж правда он говорил или просто для красного словца, но на меня это повлияло очень сильно. Потому что я тоже занимался в тот момент цифровой музыкой, мы продавали рингтоны для телефонов и MP3-шки. И я понимал, что мы вообще не думаем об этой проблеме, как мы меняем музыкальную индустрию, или мы меняем Digital Content Distribution Business. Мы смотрели на это, мы можем лицензировать песню за столько-то денег, положить ее на наш сайт и продать ее за столько-то. И вот столько-то мы заработаем, на этом купим автомобиль. Ну или там еще что-то. Ну вот. И меня этот гэп, эта разница настолько поразила и вдохновила в тот момент, я вдруг понял, что я хочу научиться мыслить так. Именно не просто это делать, а, вообще говоря, поменять образ мысли. Единственный способ, как я умею учиться, это, ну лучший способ, который я знаю, как учиться, это на примере других людей, находясь в обществе соответствующих людей. Я очень верю в менторшип, я очень верю в круг общения, как способ влиять на себя. Ну и, собственно, для того, чтобы поменять свой круг общения, это настолько кардинальное окружение, бизнес-окружение в первую очередь, я и решил переехать. Правильно ли понимаешь, что именно Google стала в тот момент той компанией, которая оказалась тебе наиболее близкой, вот по таким ценностям, где ты можешь научиться? Да. Первый мой шаг был, окей, надо уехать из России, вытащить себя из своего круга общения. Потому что здесь я как бы вижу примеры успеха, и те люди, которые являются успешными в моем окружении в тот момент в Москве, они не то, чем я хочу стать. По крайней мере, мне так повезло, что меня окружали не какие-то там Стивы Джобсы, а пузатые мужики на дорогих машинах, и это были успешные предприниматели. Я смотрел, думаю, ну это не как бы не то, куда я хочу стремиться. То есть я понял, что надо сделать этот шаг. Когда я переехал из России в Европу, дальше мне надо было решать следующий вопрос, а как я теперь окружу себя правильным окружением? И первое ощущение, это на самом деле изоляция. Ты оказываешься, ну то есть в моем случае я уехал, мы с партнером уехали, сняли офис, и вот мы сидим вдвоем в этом офисе, и у нас нет, ну у нас есть какие-то идеи, чего делать, какие-то гипотезы, какого-то нового бизнеса. Но в принципе, вот мы вдвоем, наши семьи, мы общаемся, и никакого круга общения, от которого бы мы чему-то там учились, активно у нас нет. Я думал, как попасть в тусовку, стал думать по поводу того, чтобы податься на MBA в какую-то одну из значительных школ, в Стэнфорд или в Беркли. И вот я сходил на встречу выпускников одной из школы MBA, поговорил с ребятами, они мне говорят, слушай, ну у тебя уже есть весь опыт, ты уже занимался бизнесом, ты уже учился. А у меня в России была такая мини-мбе программа до этого. И ты как бы так много не получишь, как ты хочешь, тебе надо идти и практиковать то, что ты хочешь, то, чему ты хочешь научиться, с теми людьми, которые сделали уже то, что ты хочешь сделать. Вот что ты хочешь? Я говорю, ну вот я хочу свой iTunes построить, или свой там iPhone. Они говорят, отлично, значит тебе надо идти и работать в Apple, и там через три года у тебя будет и знание, и круг общения, которые тебе для этого необходимы. Тогда я стал читать книжки, ну там, я читал пять или шесть книжек про историю компании, которые мне искренне восхищали. Там Oracle, Apple, на тот момент Dell почему-то был в этом списке, и вот в том числе Google. По мере того, как я читал книжки, по ней очень хорошо видно культуру компании, ну, что они себя представляют, о чем они вообще говоря думают. И когда я прочитал книжку про Google, ну это еще был 2007 год, и меня поразило, насколько культура и вся концепция компании отражает мои собственные ценности. То есть у меня настолько это было близко все, и я вдруг понял, что я никогда в жизни не построил ни одной компании, на тот момент я построил две или три компании, я никогда в жизни не построил компании, в которой бы мне самому хотелось работать настолько же, насколько мне хочется работать вот в этой компании, про которую я читаю. И, собственно, для меня тогда стало очевидно, что вот мне надо оказаться в гугле научиться всему стать частью этой культуры чтобы потом иметь возможность строить такие вот компании изначально пришел сюда учиться есть такая тема как успешность иммигранта в той или иной стране в той или иной сфере и недавно ну поскольку мы живем в такой местности у меня тоже круг общения такой технический все так или иначе связаны с этой индустрии и возник такой вопрос вот много ли я знаю людей которые приехали из русскоязычных стран и успешные как менеджеры по продукту или как мы уже не говорили про директоров по продукту я вспомнила только тебя на самом деле я не вижу других примеров можешь ли ты объяснить почему так и права ли я вообще ну я не знаю один ли я такой но действительно синие каких-то старших таких экзекьютив особенно в продукте в маркетинге которые прям выросли учились в россии их скорее всего на пальцах одной руки пересчитать да и скорее всего большинство этих людей это фаундеры компании которые просто вырастили в комп своей компании во что-то значительное на глобальном уровне почему так происходит на самом деле думал об этом много вот смотри из-за россии ну и когда я говорю россии имеют также белоруссию украина там русскоязычный как бы вот этот мир из нашего бэкграунда выходят очень сильные технические люди которых уровень знаний и опыта и амбиции ничем не не меньше чем тут у выпускников стэнфорда и ну примеров масса технических успешных очень технических лидеров но инжинирия инжиниринг это про решение проблем то есть вот если так на абстрактном уровне поговорить инжиниринг за про решение проблем а продукт это про какие проблемы и для кого мы решаем то есть продукт менеджер отвечает на вопросы зачем и что именно мы делаем инжиниринг и инжиниринг менеджер отвечает за как именно мы это сделаем и когда мы это сделаем какому сроку да то есть ну такая базовый фреймворк так вот вопросы за которые отвечают продакт менеджмент ну и в том числе и маркетинг и sales они значительной большей степени завязаны на умение коммуницировать с людьми понимать людей импатировать с аудиторией и доносить до аудитории какие-то месседжи какие-то ключевые сообщения или там ключевые идеи продукта и вот именно этот навык общения и ну то что называется soft skills или эмоциональный интеллект это как раз то что в россии просто не особо принято развивать ну или по крайней мере до определенного времени мне кажется сейчас это развивается но все же если посмотреть на вот нашу школу ну просто школу где детей учить да ну никто не учит тебя там давать презентации например никто не учит всерьез не уделяет внимание навыкам общения в группе там управление командой как там решать конфликты то есть нету мы конечно же учимся решать конфликты как-то по-своему там когда-то за гаражами когда-то еще как-то но отдельного урока по этому поводу нет а вот у меня дети учатся в американской школе и я вижу сколько внимания уделяется этому прямо начиная с младшей школы при американские дети у них нету постоянного класса у них постоянно ротируется то есть люди двигаются из класса в класс регулярно и более того очень принято переводить детей школы в школу конкретно с целью научить их вливаться в новые коллективы быстро строить ну входить в команду и становиться частью команды и вот таким образом то есть мне кажется что есть фундаментальная сила русской школы инженерные да и в том числе там умение структурировано думать о задачах даже само отношение к тому что решить задачу любой ценой это то как мы подходим к вопросу да то есть если мы там не знаю там добились результата но по пути все переругались и все жутко в жутком стрессе это абсолютно окей даже хорошо это такой геройский результат когда взял добился своего да а американский подход он немножко другой ну или приоритизирует другие вещи и он менее геройский часто менее выдающихся личностей порождает зато порождает более устойчивые и более эффективные команды и разница ну то есть переводя на технические метафоры разница подходов это как в одном случае мы построим самый главный суперкомпьютер который там типа один все решит а в другом случае мы построим из дешевого hardware большую сети распределенную которая каждый нот будет достаточно посредственный может быть да не хочу использовать посредственно не обязательно там суперкомпьютером будет но зато по сути вся эта сеть вся вместе она более resilient то есть она более стрессоустойчиво если что-то там выпадает ломается она снова продолжает работать и она масштабируется таким образом да и вот за счет этого масштабирования мы видим по результатам то что вот эта американская школа она ну как бы дает значительные значительные плоды значительный результат из моих наблюдений сложил впечатление что профессионалы живя здесь они все больше перемещаются из одной компании в другую по два года проводят или переходят из крупных компаний в стартапы или наоборот или начинают свои стартапы ты уже около десяти лет в google в чем для тебя преимущество корпорации просто разные стратегии жизненные ну то есть я на самом деле считаю что переходить так же как я сказал про детей которые школы в школу переходят и тем самым многому учиться я считаю что переходить из компании в компанию это очень здоровая практика и честно говоря очень полезно но здесь выражение что мы все работаем в одной компании под названием silicon valley amazon facebook там google это просто разные отделы этой компании посмотреть то всеми этими компаниями сейчас на каких-то значительных руководящих постах находятся мои какие-то бывшие коллеги с которыми в разные моменты жизни здесь в гугле работал я думаю о своей карьере циклами по четыре года то есть такое вообще в принципе вот я стараюсь коммититься на четыре года на проект а там так было с моим предыдущим бизнесом и в рамках гугла у меня уже было ну два таких полных цикла и сейчас наверное третий цикл происходит такой четыре года достаточно долго чтобы научиться чему-то сделать что-то полезное и потом аккуратно приземлить и выйти из этого изначально пришелся на один цикл чтобы научиться всем там секретом мастерства и пойти делать что свой следующий стартап по результатам первого первых четырех лет я начал мобильный youtube и что-то все начало получаться и все начало расти и несмотря на то что я в принципе был уже готов делать свою новую компанию даже начал ее в 2010 я понял что мне не настолько интересно вот делать то что я мог бы делать сам отдельно зато очень интересно сделать youtube и принял решение остаться и закоммититься еще на на один цикл а потом на выходе из этого я у меня было несколько хороших офферов разные другие компании здесь долине у меня был у меня было предложение от хорошего большого висе чтобы начать свое следующее дело но при этом я загорелся идея виртуальной реальности и стал ну опять же как я тебе говорил раньше важно влюбиться в проблему то есть когда влюбляешься в проблему потом пути решения это мелочи это детали ты просто выбираешь самый оптимальный когда я влюбился в проблему виртуальной реальности я стал выбирать как лучше всего какими где меня больше всего шансом сделать что-то значимое и проверив несколько вариантов в том числе я прошел интервью в окулус еще в тот момент они были стартапом их не купил еще фейсбук я понял что ну со связями и той позиции которые у меня есть сейчас в гугле и тем интересам которые это верой который в меня гугл имеется готов давать мне там возможность сделать что-то новое мне гораздо выгоднее и не более правильно сделать это здесь и вот я начал от проект тут ну и опять же я за эти там 10 лет я поработал в трех разных странах на трех совершенно разных проектах каждый раз потрясающими людьми собственно я каждый раз пытаюсь найти причину делать что-то еще и никак не могу найти неужели у тебя не случалось профессиональных выгораний ну да конечно случалось как ты фиксируешь очень плохо ну то есть это это в принципе бич здесь долина work hard play hard ты давишь ну на газ по полной по полной и в принципе ты оказываешься в среде где ты окружен людьми приехавшими со всего мира чтобы делать технологии да и как правило добираются до сюда самые сумасшедшие самые сильные самые умные то есть это такая постоянно это как ты постоянно в олимпийской сборной находишься да и ну безусловно это травмоопасно и приводит к серьезному выгоранию есть какой-то набор во-первых я не хороший пример как работать с выгоранием потому что те кто меня знает видели меня очень выгревшим и в чудовищных состояниях в том числе и за последние там два года вещи которые помогают это первое надо всегда помнить для чего ты это делаешь то есть если в какой-то момент ты потерял причины для чего это делаешь надо честно себе в этом признаться искать новые причины в том числе для меня момент на выгорание был момент когда я понял что больше интервью там в мировых сми или больше каких-то сумасшедших цифр моим продуктом пользуются x миллиардов человек меня больше не мотивирует и вот ну я построил продукт на на там два или три миллиарда человек ну ну что мне теперь строить продукт на четыре миллиарда человек не знаю не двигает я не готов для этого опять на такой степени напрягаться и я стал искать новые какие-то смыслы и вот в результате приземлился я вроде бы приземлился на этой идее что но я сам добился успеха помогать другим добиться успеха это очень приятная и полезная функция и вот вот мотивирует меня двигает мной ну и какие-то практики такие банальные то есть медитация спорт спорт крайне важно я занимаюсь спортом четыре пять раз в неделю не потому что я качок а потому что это способ работы со стрессом медитация способ работы со стрессом давай про инженеров поскольку меня все-таки смотрит большинство именно разработчиков привет ребята привет ребята обожаю разработчиков да расскажи о тех разработчиков которыми у тебя вот случается не знаю такая профессиональная химия вот ты видишь на собеседовании человека и ты понимаешь что все ты хочешь его нанять ну я очень много смотрю на на навыки работы в команде то есть для меня крайне важно мой идеальный коллега и у меня есть несколько таких профессиональных партнеров ну там я не знаю даже как сказать с пем и теклит в идеале это такая почти супружеская пара да то есть вы рожаете этот продукт вдвоем и вы ссоритесь вы там миритесь вместе чему-то стремитесь плачете смеетесь и так далее то очень близкие отношения в реальности когда посвящаешься работе я там со своим инженерным лидом могу проводить больше времени значительно чем со своей семьей и в идеале ну то есть это эти отношения они очень они пластичные они зависят от конкретных личностей поэтому то что я скажу будет скорее всего относительно меня ну вот субъективно я выбираю инженерных лидов которые ну во-первых они значительно сильнее меня в инжиниринге то есть у меня не должно никогда возникать ощущение что я что-то знаю технически что-то знаю лучше чем свой партнер потому что тогда это вызывает всякие сложности когда пьем начинают лезть в инженерные вопросы а инженеры в продуктовые вопросы наступают друг другу на пятки и случается куча всяких конфликтов да то есть я стараюсь всегда искать энджелида которые будут объективно гораздо сильнее второе это навыки работы в команде то есть для меня очень важно чтобы мы могли коммуницировать и чтобы инженерный партнер мог выстроить команду под ним или его пира в такую которая эффективно взаимодействует мне очень не нравится когда мы приоритизируем технические навыки над навыками работы в команде и говорим ну ничего человек сосранец ну как бы не комфортно с ним никому он там ругается на людей или там хамит но он такой технический гений что как бы это окей нет для меня не окей ну то есть я верю в то что это командный спорт и эпоха когда один там гениальный хакер мог создать что-то такое что будет там бороться с тем что создал хороший коллектив эпоха просто объективно прошла я сам обожаю талант и там гениев но без посмотрения на то что создано за последнее время значительно что мы чем мы все пользуемся это создавали эффективные команды а не один там уникальный человек последний гений который я знаю такой который действительно в одного творит какие-то сумасшедшие вещи это джон кармак который в боке лси в фейсбуке сейчас ну реально чувак один может сделать столько сколько там 50 хорошо слаженных человек за то же самое время но это очень уникальный отдельный случай кстати говоря джон совершенно не засранец а очень очень комфортный человек в работе вот для меня это крайне важно на самом деле на личностном плане мне просто нужно чтобы человек был веселый с ним было комфортно потому что если ты собираешься с кем-то проводить там 8-10-12 часов в день ну лучше бы вам просто было весело потому что в принципе это и есть твоя жизнь и от нее хорошо бы получать удовольствие ежедневно как прокачать в себе вот эти soft skills ну для начала просто признать что это важно то есть я не могу в достаточной степени подчеркнуть насколько по крайней мере то откуда я вышел воспитание с которой я вышел предполагала что это какая-то ерунда ну то есть есть там математика есть физика есть информатика есть важные вещи какое-то там общение ну что это неужели мы правда это как бы вещь которую ты должен просто уметь это как почему-то считают что человек просто должен уметь плавать просто уметь правильно бегать никто не умеет правильно бегать и плавать если они не учатся там ты посмотришь как как человек, который занимался лёгкой атлетикой, бежит. И как просто средний выпускник школы бежит. Это два совершенно разных движения. Большинство людей умеет себя только травмировать на бегу, а вовсе не бежать. То же самое с плаванием. И то же самое с общением. Признание того, что это отдельный навык, и его надо тренировать, это уже огромный шаг на пути к успеху. Ты удивишься, как много людей даже не думают об этом таким образом. Номер два – это то, что я сказал. Ну, книжки книжками, то есть наверняка есть какие-то хорошие книжки про эмоциональный интеллект, про общение, там ключевые слова, по которым надо искать, наверное, это лидерство, эмоциональный интеллект, переговоры. То есть есть какой-то набор литературы и курсов по этому поводу. Но объективно это вещь, которую надо практиковать. То есть, ну, особенно для инженеров, потому что, ну, я сам, будучи там инженером изначально, я провёл всё своё детство в комнате с железками, заваленной там книжками и компьютерами. А мой брат играл в футбол в коробочке во дворе. И наше времяпровождение было совершенно очень разное. Я просто был в среде, в которой мне не надо было так много общаться. И когда я только начал работать вот на таких больших проектах, там, переехал за рубеж и так далее, я столкнулся с сложностями. То есть это не было для меня простым переходом. Вот, поэтому просто практика, банально вынуждать себя, там, если вы там, особенно в начале своей карьеры, вынуждать себя разговаривать с людьми, спрашивать, как у них дела, просто интересоваться банально, как у людей жизнь, учиться слушать, а не просто говорить. То есть тоже большая проблема у нас, инженеров, в том, что мы в голове продумываем решение, а потом максимально эффективно, кратко доносим результат. Это не то, как люди взаимодействуют. Людям надо очень много, ну, всякого лишнего, да, надо узнавать, как у них дела, там, правду слушать. Те вещи, которые, казалось бы, для решения проблемы не очень важны, а на самом деле это такая смазка, которая смазывает вот шестеренки, работающие в команде, да, и каждая шестеренка имеет свою функцию. Важно, чтобы они между собой не терлись, а эффективно работали. То есть практиковать вот эти вот навыки, их просто нужно как отдельный навык, как спорт. Ты уже немножко рассказывал о том, что твоим таким успешным проектом, здесь и первым проектом в Google, это был YouTube. Сейчас я заметила, для меня это немного странно, что в YouTube есть ограничения по просмотру. Его же цель вроде бы как больше, чтобы люди смотрели. Цель на самом деле делать то, что хорошо, полезно и правильно. То есть, конечно, любой продукт-менеджер хочет, чтобы его продуктом пользовались больше. Любой кондитер хочет, чтобы его булок съедали больше. Но я думаю, вряд ли какой-то кондитер хочет реально, чтобы у его клиентов был диабет. И у любого технологического менеджера, я думаю, нет задачи превращать людей в зомби, которые не могут оторваться от телефонов. И две этих цели, они на самом деле, конечно же, конфликтуют. Но какое-то время назад, первое время, когда мы просто пытались построить что-то полезное, надо было просто, чтобы это работало. Потом был большой период в долине, когда все пытались максимально распространить доступ к интернету за счет того, чтобы снижать порог входа, больше девайсов, лучше интерфейс и так далее. И мобильная эра, айфоны, андроиды, они, конечно говоря, вот этой цели добились максимально. Практически любой человек в мире сейчас имеет доступ в интернет. А дальше мы стали видеть, как люди начинают просить о помощи в том, чтобы управлять временем общения с их устройствами. То есть мы снижили порог входа настолько, что некоторые люди просто стали злоупотреблять этим и тратить гораздо больше времени, чем они сами бы хотели потом, поглядываясь назад. И, как я сказал, наша задача делать то, что правильно и хорошо, а не просто то, что какие-то метрики двигают. И вот в рамках Google зародилось это движение этического дизайна, когда один из моих бывших уже коллег, который работал над Inbox, его зовут Тристан Харрис, он сделал очень мощную, потрясающую презентацию, которая сейчас уже есть в интернете, о том, что, ребят, мы дизайним продукты, у нас там по сути по всей долине несколько, ну, может быть, несколько сотен, может быть, тысячи человек, дизайнеров и продукт-менеджеров, которые создают продукты, которые влияют на жизни миллиардов людей. То есть реально вот эта маленькая кучка людей принимает дизайн-решения, которые потом впоследствии повлияют на то, как там сотни миллионов или миллиард людей потратят свое время. И да, каждый из них потратит там на 30 секунд больше или на одну минуту больше на что-то или меньше, но суммарно-то это миллионы, миллионы часов, да, или миллиарды часов, и это огромное влияние на мир. Ну вот, и вот это движение этического дизайна, оно поставило очень важный вопрос, что вдобавок ко всем функциям, которые снижают порог входа и позволяют тебе проще находить информацию, проще ее потреблять или проще ее создавать и делиться ей. Добавок к этому должны быть функции, которые позволяют тебе проще это контролировать и выставлять свои цели. Говорить, например, ну, то есть я с удовольствием буду пользоваться мобильным видео, но я не готов тратить на это больше, чем полчаса в день. Ты можешь, теперь все новые версии андроида, новые версии ютуба обладают функциями, где ты можешь выставить свои цели, и мы просто будем следовать твоим целям. А в конечном итоге это то, что мы хотим, да, мы хотим, чтобы наши пользователи достигали своего результата, и мы даем им возможность просто говорить нам о том, какой результат они хотят достигнуть. Сегодня Google уже перестал просто быть поиском, да и просто перестал уже даже быть интернет-компанией. Появляется Вейму, и с этим у меня возникает несколько вопросов. Как ты считаешь, могут ли подобные компании с такими сверхприбылями стать такими условными новыми государствами? Я не думаю, что, ну, это правильное определение, новыми государствами. То есть корпорации всегда имели свойство становиться большими, мощными организациями людей. Государство все-таки такая фундаментальная организация людей, которой дана власть не потому, что она успешно бизнес делает, а просто потому, что оно есть. Это как бы такая очень базовая концепция организации общества. Вот. Но корпорация действительно там в свое время, General Electric был таким, становился гигантом в момент подъема электричества, и вообще все идеи вокруг электричества. Или там до этого железные дороги становились такими мощнейшими инфраструктурными гигантами, у которых была огромная власть, и они могли делать всякие вещи. Ну, на мой взгляд, это достаточно нормальный цикл развития индустрии любой, да. То есть индустрия появляется, сначала какой-то научно-технический прогресс происходит, какое-то открытие, что-то триггерится, и вокруг этого рождается индустрия, как там паровой двигатель, электричество, ну, вот потом информационная технология. Рождается огромная индустрия, она растет, потом она начинает укрупняться, появляются какие-то большие влиятельные компании, и по мере того, как у них укрепляется, централизуется их мощь, в это время общество и государство придумывают механизмы регулирования этих компаний, чтобы не получалось так, чтобы власть над судьбами или бизнесом огромного количества людей сконцентрировалась в руках какого-нибудь одного или нескольких человек, которые, в принципе, никак перед обществом в целом не отвечают, в отличие от, скажем, чиновника в государстве, который, в общем-то, ответственен перед обществом. И я согласен, что там бюджет Гугла или Эппла того же соизмерим с бюджетами страны, я не знаю, мне кажется, что он соизмерим с бюджетом России, в принципе говоря. Но я не могу сказать, что они становятся государством, никогда не станут государством, это просто большой бизнес. Все вот эти компании, топ-компании, которых мы знаем, крупнейшие компании современности, они были основаны либо в конце 90-х, либо в начале 2000-х. Сейчас, в 2010-х, появлялись какие-то юникорны, которые были достаточно успешны, но маловероятно, что кто-то из них дорастет до размеров, например, Гугл или Фейсбук. Как ты думаешь, может ли такое произойти? Вообще, почему они стали появляться именно в это время? И что должно произойти, чтобы они распались? Ну, как я только что сказал, то есть цикл, стандартный цикл технологий, это какое-то открытие, которое приводит к рождению индустрии, потом оно начинает масштабироваться все больше людей, реализуя ту пользу, те бенефиты, которые вот эта новая технология несет, они готовы вложить значительные экономические ресурсы. Ну, грубо говоря, появляется там ПК, персональный компьютер, и он способен делать вещи, которые на счетах целые отделы людей делали неделями, а этот компьютер может это делать за несколько секунд, или за секунду. Огромные экономические бенефиты. Соответственно, тысячи, а затем уже и миллионы человек готовы платить тысячи долларов каждой дополнительного бюджета, чтобы приобрести вот эту пользу. Рождается огромная индустрия, рождается огромный рынок. И вот на этих дополнительных новых деньгах, которые приходят от новых людей, которые подключаются к индустрии, новых клиентов, которые вливаются в эту индустрию, происходит бурный рост. И те компании, которые умудряются захватить значительную часть этого рынка, они превращаются очень быстро в огромные корпорации. То есть Microsoft, вот пример того момента развития ПК. То есть был первый изначальный этап развития компьютер-сайенс, это мейнфреймы, когда появились IBM и вот это все. И они превратились в такие огромные корпорации очень быстро. Потом случился бум персональных компьютеров. Мейнфреймов были тысячи, может быть, в каких-то там институтах и государственных учреждениях того времени. Потом бац, ПК. И рынок из тысяч превращается в миллионы. То есть миллионы пользователей по всему миру. И на этой второй волне вырастают компании типа Microsoft и Apple. Потом случается третий значительный этап, который опять подключает еще больше людей к этому всему. Если ПК был все-таки в основном для бизнес-приложений, им интересовались офисные работники. То есть мейнфреймы — это институты, потом офисы с ПК. Рождается интернет, и интернет делает компьютинг релевантным не просто людям, которые хотят какие-то профессиональные задачи решать, а также людям, которые просто хотят в интернете поколупаться или музыку скачать, или еще что-то такое. Соответственно, домохозяйки по всему миру начинают вдруг осваивать компьютер, все включая мою маму, осваивать компьютер, чтобы там послать e-mail своей подруге из другой страны, или чтобы там поговорить с ней бесплатно, по международной бесплатной ваип-связи. Соответственно, в этот момент третья волна интернет рождает еще больше инфлоу, еще больше приток новых пользователей в компьютерной технологии. И на этом этапе зарождается еще целая огромная толпа больших компаний — Google, Amazon, Facebook. И они реализуют, они захватывают большую часть вот этого value, который создается интернет-рынком. А потом вот эта финальная волна, которая была в последнее время, это мобильная, да, и в мобильных, безусловно, Apple успел как бы вернуться. По сути, это такой Apple 2 случился, да, то есть совершенно новая итерация Apple. Google успел вовремя сориентироваться, Facebook на самом деле захватил большую часть этого рынка именно благодаря мобильному, потому что они сделали это быстрее, чем Google и другие, научились строить, научились вообще говоря на мобильных приложениях правильно масштабироваться. Ну вот и появились какие-то новые еще вещи, типа Uber, например, которые до мобильных, в принципе, были невозможны, или Instagram, которые родились в этом рынке. И то, что случилось с вот этой последней волной мобайла, то, что компьютинг вот в этой эволюции от тысяч институтов до сотен тысяч и миллионов офисных работников, до миллионов домохозяек и пользователей веба, перенес, ну или до десятков и сотен миллионов, на самом деле, пользователей веба, все это дело принес к тому, что сейчас практически у каждого человека в кармане есть устройство для доступа в интернет, и практически каждый человек в мире теперь участвует в этом рынке. То есть вот эта моя теория заключается в том, что это был финальный этап взрывного роста, когда все дистерялось, умножалось кратно, и приходили совершенно новые люди, которые до этого почему-то не участвовали там в компьютерных технологиях. И на этом, на мой взгляд, все. Новых людей, новых еще 6 миллиардов людей не появится очень быстро. Соответственно, может быть, удвоится этот рынок там, но он не дистерится больше в ближайшую декаду. И все новые технологии, которые приходят сейчас, они теперь уже не просто захватывают какие-то новые сегменты, они пытаются забрать, перетянуть на себя какое-то количество денег и времени, которые есть уже у существующих пользователей вот этой экосистемы. А это гораздо более медленный, сложный путь, и поэтому таким путем, ну, очень быстро, вот так там за 3-5 лет ты не превратишься из стартапа в Facebook, или ты не превратишься из стартапа в Google. Ты можешь расти, денег достаточно, и, конечно, ты можешь построить уникорн, но это просто значительно сложнее. Есть еще этическая сторона вопроса. Как ты сказал, сейчас все больше продуктов создается все меньшим количеством людей. Соответственно, скоро большое количество людей, которые не играют какую-то ключевую роль в креативном создании чего-то, они будут не нужны. Беспокоятся ли об этом компании, вот в частности ты, как все будет меняться? Про компанию я не знаю. Я могу сказать свое личное мнение. Мое личное мнение, что, безусловно, по этому поводу надо волноваться. И по этому поводу надо было волноваться на каждом этапе научно-технического прогресса. То есть индустриальная эпоха тоже привела к тому, что мануфактуры закрылись, и там случились революции, в том числе и октябрьские. Люди оказывались рабочие, оказывались без работы. То есть ты можешь смотреть на все эти вещи на каждом этапе общества, когда мы что-то придумали, автоматизировали, и огромное количество рабочих мест уничтожалось. Но другая сторона этого вопроса заключается в том, что каждый раз, когда мы высвобождали большое количество человеческого потенциала для чего-то еще, мы каждый раз придумали какие-то новые работы, которые до этого были просто немыслимые. Если подумать о том, чем сейчас занимаются люди, пытаться это объяснить людям из 19 века, что, оказывается, есть такая работа отдельная, как, я не знаю, дизайнер игровых миров. Что это такое? Понимаешь, ну есть же такая работа, хорошая, высокооплачиваемая. И когда ее автоматизируют неизбежно, появится какая-то другая, еще более нишевая, еще более глубокая и очень узкоспециальная работа, которую могут делать только люди. То есть я не хочу углубляться во всю идею того, что AI может в конечном счете делать все, что делают люди. Наверное. Но люди по-прежнему любят других людей, как ни крути. Есть такая штука, людям нравится коммуницировать между собой, людям нравится друг друга понимать, людям нравится смотреть истории про других людей, а не истории про машины. Масса всего. Людям интересны люди. И до тех пор, пока людям интересны люди, будет создаваться какое-то большое количество новых работ, в котором одни люди будут помогать другим в каких-то вещах. Поэтому я думаю, что волноваться, конечно, стоит по поводу этого изменения, важных изменений, которые происходят быстро. Но также предыдущая статистика говорит мне о том, что это не в первый раз такое происходит. И мы как общество, скорее всего, разберемся с этим. В твоей карьере был и есть в какой-то степени этап VR. Поскольку я знаю, что у тебя совсем скоро начнется встреча, у нас на этот вопрос, собственно, на эту тему не очень много времени. Но я предлагаю так, вскользь, а дальше ты в Инстаграме будешь, если захочешь, развивать это. Какие основные проблемы сейчас, с которыми сталкивается VR, которые он будет решать? Основная проблема VR, которая, вообще говоря, была и есть, это не объективный уровень ожидания от технологии. VR очень крутая технология, которая уже играет, и будет играть еще более важную роль в будущем. Проблема в том, что когда 4 года назад Марк Сукинберг положил 2 миллиарда долларов в VR-стартап, все почему-то решили, что сейчас, в ближайший год, эта штука станет, ну, я не знаю, чуть ли не вебом, или там не тачскрином. Нет, это не так. Тачскрин занял 25 лет. От той стадии, в которой он находился, когда вот приблизительно как сейчас VR, то есть он был functional, люди уже могли его использовать в каких-то устройствах, до того момента, как тачскрин стал де-факто юзер-интерфейсом в каждом компьютерном устройстве, который у всех в кармане. Прошло огромное время. За это огромное время не только технология усовершенствовалась, но еще и находились правильные юзкейсы, то есть способы ее использования в реальной жизни, которые по-настоящему приносят пользу. Потому что я прекрасно помню время, когда устройства с тачскрином абсолютно не давали никакого преимущества поверх мышки и клавиатуры казалось просто глупостью. Ну, то есть, да, работает, да, ну зачем? Ну вот. Вот с VR сейчас приблизительно такой же этап, когда, ну, есть прикольные VR-игры, например, но ты по-прежнему должен себе объяснять, а почему я, собственно, буду надевать что-то на лицо и там использовать какие-то непонятные способы ввода, когда у меня есть 4К-экран и хороший геймпад, к которому я уже привык, и я буду им пользоваться. Вот. То есть, на мой взгляд, это нормальная эволюция. Ожидания были всеобщие, сильно нарушены, поэтому у людей как бы такой был когнитивный диссонанс. Вроде тут миллиарды долларов, а вроде как на этом заработать, непонятно. Ну вот. Право в том, что надо подождать. Большое количество умных людей работает над этими технологиями, но они работают в долгую. Ну вот мы как компания, мы всегда интересовались в первую очередь не непосредственно виртуальной реальностью, а следующим его этапом дополненной реальностью. Мы изначально это попробовали в Google Glass, вообще говоря, сразу же с места в карьер. Стало понятно, что в тот момент еще вообще ничего не было готово к этому. То есть мы смогли построить абсолютно уникальный компьютер, который ты можешь носить на лице, он будет супермаленький и так далее, но объективно совершенно не готовым к массовому распространению. Потом стало понятно, что по-настоящему сложное, крутое AR-устройство построить пока что еще в принципе невозможно, недостаточно технологий, ни батареек, ни термальность текущих девайсов не позволяет этого, ни софта нету еще, ни трекинга, ничего еще не было. Стало понятно, что простой путь туда, ну точнее, путь туда лежит через вот такие виртуальные реальности, через VR-устройства. VR-устройство – это по сути AR с выключенным светом, то есть AR, которому не надо думать об окружающей среде, вдобавок к всему. То есть мы построили и добились значительных результатов в том, чтобы научиться трекать пространство вокруг, то есть ты можешь ходить и устройство знает с точностью до миллиметра, где ты находишься, рендерить трехмерную информацию, располагать ее в пространстве. Мы разработали устройство ввода, которое тоже трекает себя в пространстве. Большое количество базы технологий разработалось, но для AR, для того, чтобы полностью реализовать такое AR-устройство, еще нужно уметь хорошо понимать мир вокруг себя, то есть теперь вдобавок к тому, чтобы рисовать красивые картинки, трехмерные, нужно понимать смысл того, на что ты смотришь и где оно расположено в пространстве. И вот мы сейчас очень, мы огромные успехи делаем в этом направлении с Google Lens, то есть Google Lens это на самом деле устройство для телефона, но в принципе надо понимать, что это сервис, который распознает и понимает предмет реального мира и делает их полезными для вас. И на таком ли оно устройстве или на таком устройстве это уже вопрос прикручивания разных интерфейсов, а технологически вот эта база она строится в Google Lens. То есть все эти штуки, они строятся параллельно, и в какой-то момент в будущем они все сойдутся в единое такое устройство, как в свое время большое количество технологий, которые потом впоследствии стали iPhone, они разрабатывались отдельно. Графика, прототипировалась где-то еще, тачскрины, где-то еще батарейки, все эти вещи, они были отдельными какими-то проектами, которые в нужный момент времени ты собираешь в одно, в один продукт, и в этом, собственно, и магия product management, чтобы взять какое-то количество технологий, увидеть человеческую нужду, проимпотировать с целевой аудиторией, понять, что им нужно и какие технологии позволяют решить, и собрать их все вместе в один хороший, качественный продукт. Собственно, это произойдет в будущем с VR. Мы эту тему так скользко коснулись, но тем не менее, я предлагаю подписчикам поучаствовать в конкурсе. Мы сейчас находимся в кампусе Google, где есть магазин с прекрасными сувенирами, и я сейчас как раз туда пойду, прикуплю толстовку для своих подписчиков. А суть конкурса в том, чтобы придумать сферы применения VR в нашей жизни. Самая оригинальная идея. И AR, давай VR и AR. Да, и самая интересная идея победит, и, собственно, ее создатель получит эту толстовку, которую результаты этого конкурса я предлагаю объявить в твоем инстаграме, если ты не против. Давай, да, instagram.com slash добрый dobyr y. Да, и последний вопрос. Обязательно пишите в комментариях, ставьте хэштег конкурс, чтобы мы не потеряли всех участников, ну и завершающий вопрос, прежде чем ты убежишь на новую встречу, какие у тебя планы на карьеру? Я хочу запустить стедию, ну, то есть я настолько сфокусирован сейчас на этом, это, наверное, один из самых амбициозных проектов, над которыми я в своей жизни работал. Это пример проекта, который при всем желании невозможно построить вне компании с большими ресурсами, но который, если построить, она может поменять все. И мне кажется, вот возможность с минимальной задержкой получать доступ к высокопроизводительным графическим приложениям, в данном случае к играм в облаке, это потенциально такой гигантский скачок вперед для всей индустрии. Мне это жутко интересно. И, ну, вот в этом сейчас мои планы заключаются. Мы запустим что-то очень классное. Здорово. Спасибо, что нашел время для этого интервью. Я надеюсь, что мои подписчики его оценят по достоинству. Не забывайте поставить лайк и подписаться на канал. И ищите ссылочку на инстаграм Андрея в описании к этому видео. Спасибо. Спасибо тебе. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok